привет всем мы продолжаем сегодня мы будем работать над каталогом если кому-то сложно понимать тот материал который я даю у меня будет ссылка в описании на другой курс для новичков если вы плаваете в джанго и в джангореск фреймворке вы можете пройти другой курс и так сегодня мы говорим о каталоге то есть у нас сейчас есть контейнеры с сборкой ангуляра и контейнер джанго и с nginx в браузере значит у нас есть api под swagger админка есть заглушки заготовки под веб приложение мобильное и в приложении и сегодня мы будем с вами формировать каталог у нас каталог будет содержать категории и под категории по родам деятельность вот эти в род деятельности я взял как пример вот с этого сайта вот такие вот каталог по родам деятельности и я разобрал этот сайт камнем лица по запчастям и были выяснил что эти все справочники они идут вот таким вот с Такой вот ссылкой и в таком вот виде опускаются и мы сейчас поработаем с этим с этими данными они виде 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 джесса я вас крипто а мне нужно это все отсюда забрать и разложить по моим табличкам в базе данных джанги итак начнем с того что создадим модель в бакенде у меня под все приложения айджи есть папка models и здесь я создам новый файл назвал каталог и здесь буду создавать мой модель как я уже сказал это будет две модели портируем пакет модель models и создаю первую модель с категориями у них будет имя у них будет айдишник это в этой категории внутри того сайта с которого я буду их получать для того чтобы потом я мог этот айди использовать для того чтобы связать их не каталоги уже с моими которые будут у меня в базе у меня уже будут айдишники естественно отличаться мне нужно пока хотя бы временно на момент загрузки держать их айди тоже вот дальше я определяю стандартный метод стр от который преобразовывают у меня объект строку используется в основном в админке в классе мета ну могу определить какие-то как называть этот эту модель в админке вот дальше определяя под категориям она будет тоже иметь название и связку с категориями внешним плечом форенки вот эта связка одна один ко многим стандартно не будет содержаться идентификатор категорий в таблице под категории также определяю этот магический метод стр вот и в классе мета еще определю название для этих моделей теперь мне нужно создать миграцию и ее применить миграции как видите у меня не нашлись не нашлись они потому что моя модель находится в каталоге модул вот раз я так решил чтобы держать модели в разных файлах в одном каталоге они в одном файле модуль когда есть я должен работать через этот и нет и нет пивай ну могу конечно и не и не работать через него но так удобнее я его держу в виде фасада для импорта и в нем просто импортирую все классы из из каталога внутри папки модульс так как это новый все импортирую все из него а потом где мне нужно будет модель я буду ее импортировать прямо из каталога а не из конкретной из файла потому что при импорте из каталога первым будет исполняться файл и нет пивай именно поэтому он везде присутствует теперь можно открыть файл админ пивай и добавить туда пару классов для админки для категории и для под категории причем под категории я добавил фильтр для того чтобы фильтрировать по категориям ну и не забываем импортировать классы модели для категории и для под категории обновляю страницу страничку и смотрю что у меня появились категории ну и для под категории я забыл привязать класс обминки к модели теперь у меня есть и под категории таблицы у меня не существует что-то лучше с миграцией да я забыл про миграции после того как я включил и нет по эту импорт он у меня должен миграция подтянулась еще раз обновлю вот теперь у меня есть категории под категории отлично теперь займемся вот этим вот вот эта ерундой что поэтому мне нужно получить данные вот с этим у них ротинг вот здесь получить категории то есть вот отсюда от начала и до конца где они вот до вот этого вот места мне нужно весь все эти данные отсюда как то взять поэтому что я бы сделаю ну во первых я сначала сделаю новое приложение потом сделаю команду которая у меня получит по этому урлу этот контент вот сохранил этот файл себе где-нибудь на диске или сохранил и выберу отдельную в эту часть и потом уже с ней буду работать буду сохранять ее в базе и так создадим приложение команда старт аппп назовем его grabber так у меня уже был солдан извините я выдалим папку так еще раз создал вот появилась новая папка граббер его ее нужно эту директорию включить в настройки settings в список список install tps сюда добавить название 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 вот это директории теперь создам команду команда создается внутри папки менеджмент, в которой еще нужно создать папку commands. Каждую из этих папок положить по initpy. Теперь внутри commands я создаю папку file load.py и здесь буду описывать мою команду. Итак, импортирую то, что мне нужно, json, request, регулярное выражение, мой каталог, где у меня фикстуры, мои модели категории с подкатегориями, потом инструменты для работы с путем. Дальше делаю специальную переменную headers, она мне пригодится для того, чтобы передавать ее в запросе, потому что если ее не передать, то их сайт мне отдает ошибку permission denied, и чтобы это как-то обойти, немножко такая вот есть хитрость передать юзер-агент. Дальше создаю переменную с путем к файлу, где я буду держать категории, где я буду подержать подкатегории. Хорошо, теперь определяю функцию для получения категорий. Забиваю хардкодом URL, совершаю запрос с нужными заголовками, получаю результат и прогоняю ее через регулярное выражение функции search и ищу строку, которая начинается вот отсюда и заканчивается вот этими вещами. Спецсимволы я экранирую слэшем обратно. И подгоняю ему потом ту строчку, которую я ищу из request, так, из response, скажем. Так, потом я получаю то, что он нашел, первый элемент, и добавляю к нему вот этот вот конец этой строчки, потому что в результате поиска она не будет включаться, эта строка исключается, поэтому я вручную ее туда добавлю. Не знаю, может быть есть более красивый способ, но я не человек быстрее. Дальше я открываю файл для чтения, для записи, вернее, для записи, и записываю его в содержимое. Ну вот, и потом что-нибудь печатаю в консоль. И теперь то же самое, приблизительно то же самое делаю с подкатегориями, только получаю это с другого URL, запрос делаю. И в регулярном выражении ищу немножко другое место под категориями, они у них находятся в другом, на другом запросе, в другой JavaScript. Вот. Нахожу опять же этот результат, прибавляю к нему недостающий хвостик, открываю файл, записываю и спечатаю все. Вот. Дальше я определяю функцию теперь сохранения категории под категории. То есть я сохранил просто строку в файле JSON. Сейчас я буду сохранять категории в базе данных. Вот. Поэтому я сначала очищу таблички, потому что я буду много раз запускать эти команды, и не хочу, чтобы там дублировались те же самые категории. Открываю файл для чтения, читаю. парсию jjson, превращаю строку в питоновский объект, и по нём уже иду циклом. Циклом иду, в цикле у меня будет переменная i, и я создаю категорию, и из этой переменной i за объекта я вас криптовал, достаю, ключ текст, атрибут, и атрибут гайдишника. Печатаю это на экран, чтобы увидеть, и пишу мою команду. Итак, я переопределяю этот handle. Так, извините, я забыл совсем про сейф-категорию, про код-категорию, я же их тоже должен сохранить. Итак, сохраняю функции сейф-категории, очищаю табличку, читаю файлик, парсию json, беру циклом бегу и создаю... Ага, ну здесь я должен выбрать сначала категорию, чтобы потом привязать к ней новую подкатегорию, поэтому я её выбираю по ихнему идентификатору, который я предварительно вот здесь вот сохранил. И я выбираю по этому идентификатору категорию у себя в базе. И дальше создаю подкатегорию и скармливаю ему мою категорию, привязываю её к моей категории в базе. И печатаю что-то на экране. И дальше в команде я, если у меня не существует файл, если я его ещё не создал, я его получаю у них. Зачем лишний раз людей беспокоить? И то же самое делаю с категориями и подкатегориями. Дальше я сохраняю категорию и сохраняю подкатегорию. Теперь попробую запустить эту команду. Вот, смотрю, выход есть. Перехожу в админку. Смотрю категории у меня появились. И подкатегории тоже. Теперь займёмся IPI и добавим Endpoint для выдачи этих категорий и подкатегориями. Вот, и начнём с сериализатора. В папку Serializers добавим новый файл. Назовём его в категории. Пивай. Также запросим у него внутрь имид пивай. Вот, и буду описывать этот сериализатор. Он будет небольшим. Я импортирую пакет Serializers, потом две моих модели. Вот, и создаю подкатегорию Serializers для подкатегорий. В смету забрасываю модель и объявляю те поля, которые я хочу видеть. Так, это у меня был сериализатор для подкатегорий. И теперь сериализатор для категорий. Сначала импортирую. Создам файлик. И начну с импорта. Импортирую модели, импортирую сериализатор подкатегорий. Я привык держать сериализаторы каждый класс в отдельном файле. И считаю это хорошим тоном. Значит, создаю сериализатор для категорий. Здесь может быть не Hyperlink, здесь будет модел сериалайзер. В принципе, это отлично. И определяю внутри категории. Будет у меня находиться еще подкатегорий. И подкатегории будут у меня находиться в специальном поле, у которого тип Serializers method fill. Очень удобный тип поля, который мне позволяет привязать это поле к функции. К методу. К методу. И этот метод может быть определен как обычная функция, только с приставкой get. Приставка get идет к имени вот этого поля. Вот. И внутри я могу составить нужную мне структуру. Я объявляю какую-то временную переменную. Список. И в цикле выбираюсь подкатегории записи. Согласно текущей категории, которая мне опускается объектом opt в это поле, что очень удобно. То есть, каждое поле вот этого метода fill, оно будет принимать текущий объект, и из которого можно получать зависимые записи. И в цикле я append, добавляю подкатегорию, но проворачиваю его через сериализатор подкатегорий. И в этот сериализатор подбрасываю сам объект. Но чтобы получить из него json, я должен добраться до него при помощи атрибута date. И возвращаю то, что у меня получилось. А вот этот список. Вот. Дальше в классе meta я присваиваю модель категории и перечисляю те поля, которые я хочу видеть, включая вот это вот поле, которое у меня берется из метода. Ну и теперь пришло время вьюшки. Открываем new. Добавляем категории py. И поехали. Значит первое, что импортируем все из REST фреймворка. Я буду наследоваться от листа pview. Чтобы много не писать. Дальше я беру модель импортирую, сериализатор моей категории. Потому что подкатегории мне не нужны. Они уже внутри этого категории сериализатора. Поэтому все хорошо. Создаю класс наследником от листа pview. определяю. Определяю внутри сериализатор. Определяю класс погенации. Я его пока не использую. Но в будущем, если я буду его использовать, то я его здесь отключу. чтобы у меня список категорий не содержал всяких страничек. Так. И определяю querySet. Переопределяю метод getQuerySet. Где выбираю все категории и их просто сортирую. Ну, я переопредел просто для того, чтобы отсортировать. Мог бы и не переопределять. Если сортировка не принципиальна. Далее включу эту бьюшку в мой фасад. И импортирую в EuroPy. Создал еще один путь. Еще один road. Под эту бьюшку. И скажу, что это будет у меня какая-то лист. И обслуживаться она будет вот этим классом. Категория листья. Категория. Можно проверить. Обновляю. Оп. Сервер мой счет прилег. Прилег. Чего там такое. Модуль. Сериалайзер. Категория. Фромт. Противори. Импорт. Так. Значит. Сериалайзер. Init. Нет. Смотрю. И не впевай. Так. Здесь вроде все выглядит культурно. Посмотрю я внутрь сериализатора категорий. Так. Но перезагрузка джанги почему-то помогла. Редко такое случается. Но случается. Иногда надо перегружать джанги. Особенно после того как вы создаете новый файл. Так. Категория. Попробуем. Делаем. Трайдаут. Выполняем. И что. List. Object. Is not. Attribute. Values. Вот. Ошибка такая. Довольно коварная. Она. Неявна. Даже. Если смотреть. Вот. Внутри. Смотреть. Что вроде бы как сериализатор. Пошел. Одинная строка. Я тут ничего не нашел. А нашел я ее вот здесь вот. А. Кстати да. В сериализаторе. Сап категории сериализатор. То есть. Это получается. При добавлении в append сериализатора. Он ругается. Вот. Ну. В общем. Ошибку я нашел. Вот. В сдвиге. Fields. Я забыл сдвинуть. Прав. Вот так. То есть. Такая какая-то неявная ошибка. Конечно. Но. Обидно. Вот. Теперь. Вот. Теперь. У меня все работает. Я вижу свои. Свои категории. И пост. Под категориями. На этом все. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...